4 февраля 2022 года в Амстердаме состоялся полуфинал футзального евро Украина-Россия. Накануне один из лидеров украинской футзальной сборной Игорь Корсун озвучил, мы отдадим все силы, чтобы Украина нами гордилась. Насчет отдачи сил никаких сомнений быть не может, но выиграть стало проблематично уже на второй минуте, когда россияне повели. Пока наши соперники выглядят предпочтительней, но болеют на трибунах более громогласно за Украину. Составы команд озвучиваю. Украина. Цимпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич, Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Сирий, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш. Россия. Путилов, Абрамов, Соколов, Паулиньо, Нандо, Замтарадзе, Милованов, Неянов, Чешкала, Абрамович, Давидов, Афанасьев. О, песенка с точной и лаконичной характеристикой кремлевского правителя с двух слов пошла гулять по трибунам, на что комментатор украинскую попросил прекратить песни неспортивного характера. Но при этом россияне на поле попросту офигели о такой невиданной для них наглости и парочку раз ошиблись во время фанатского пения про их правителя. Украина рисковать начала еще до перерыва. Пять игроков на поле без вратаря. Кстати, в тайм-ауте указания игрокам украинской сборной тренер дает на русском. А выводы делать вам, уважаемые любители футбола. Россияне забили второй, только вот недолго радовались своему успеху. Сирый в касании буквально прошил российского вратаря 1-2, 16-ая минута. Трибуны снова завелись. Украина! 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 Наши снова рискуют в пятером на поле. Имеют моменты для сравнять счет. Могли уходить на перерыв в приравных условиях, но после удара лебедя мяч от крестовины улетел за пределы площадки вместо залететь в ворота. Какая жалость. Но констатирую факт. Наши играют наравне со сборной России, которая первая в списке мирового рейтинга. Так триматы, хлопцы! Только бы еще голову побольше забить и поменьше пропустить. Но, увы, Ниязов классным ударом в падении снова выводит Россию вперед с разницей два мяча. Три-один. И за десять минут украинцам нужно решать очень трудную задачу. Наши три раза имели все возможности снова сократить счет до минимума, но на добивании никак не удавалось сыграть качественно. То спешка, то тормознутость мешали. Пока Данила Абакшин класснейшим ударом не установил два-три, трибуны еще пуще запели червону руту, а у нашей команды появился шанс уйти от поражения. Момент истины пенальти, который отразил галкипер россиян Путилов. Эх, шатурма, шатурма, удар в сторонку и ничья. Атака по центру. Потом Абакшин головой с метра не попал в рамку. Финальный свисток 2-3. Россия в финале Евро 20-22. Хотя нужно признать, наши в целом сыграли лучше россиян. А вот на трибунах, да, наши фанаты победили однозначно. Гимн Украины пели, треба гол, кричали, команду поддерживали до конца. А аплодисментами с подбадривающим скандирование молодцы, молодцы, проводили с поля сборной Украины, который ждет матч за третье место с победителем пары Испания-Португалия. С вами был Саныч, до новых встреч.